Благодарность быстро стареет. Привет, Даша! Я сегодня рассказываю о матери моей прабабушки родной, Милане Андреевне, в замужестве Перминовой. К сожалению, девчонки, Эмилия, нам очень надеюсь, что временно неизвестно. Сначала я хочу вот что сказать. Когда читается, что когда ты занимаешься своей родословной, то есть прямые твои предки, это по женской линии главные лица женского пола, то есть моя мама, моя бабушка, прабабушка и так далее. А по отцовской линии, соответственно, мужчины. Все остальное считается соседними веточками и лицами второстепенными. И Милания Андреевна является самой дальней родственницей, моей прямой породительницей, которую знаем. И знаем ее имя только благодаря метрическим записям о рождении и смерти в Ебако-Зачитаниях. Родилась Милания, мы не знаем когда, но мы знаем год рождения ее мужа Анисима. Анисима, перменного, 1856. И мы можем предполагать, что она, вероятно, где-то около этого года родилась. Года с смертью, к сожалению, тоже не знаю. Но вот когда Агафья Анисимовна, дочь Милании, они, я уже снимала видео, раскулачивали ее семью. У меня есть документы о раскулачивании, где перечисляется вся семья, которая проживала в их доме, где они жили. И среди них не упоминается Милания. То ли она жила в другом доме, в доме других своих деток, то ли ее уже не было живой к этому времени. Сие, к сожалению, нам неизвестно. Я пыталась много писать в архивы запрос, потому что есть такое правило. Когда ты посылаешь запрос в архив и просишь найти данные о каком-либо своем родственнике, ты указываешь год, хотя бы примерно. Если они за этот год не находят записи, они просматривают записи за три года до указанного года и за три года после него. То есть за шесть лет просматривается информация. Я делала несколько попыток, они все были безуспешными. Это единственное, очень особо. Итак, знамы о ней очень много. Семья мужа ее, родом из Зерской губернии, которая до 1850 года переселилась в сибирских краях, так сказать, в Гнисейской губернии. Я почему об этом упоминаю, потому что не исключаю тот вариант, что семья Милани переселялась вместе с ними. Дело в том, что я нашла в ревицких сказках, ревицкие сказки своего рода перепись населения, грубо говоря. Я нашла списки переселянцев, перминовых, вместе с ними переселялись еще ряд других семей, других фамилий, и впоследствии они здесь, уже в Сибири, заключили между собой браки. Поэтому есть вероятность, что Милания тоже родом из Зерской губернии. В Милане было 15 деток. И последнее, что я хочу сказать о ней, на самом деле вещь необычная. Источник этих данных моя родственница, дочь Георгия Игнатьевича Полякова. О нем я рассказывала тоже уже отдельно. Я, ну, коротко напомню, что он был родным братом моей бабушки Веры Игнатьевны. Так вот, она вспоминает, что ее мать носила новорожденного ребенка там какого-то к Милане с тем, чтобы она рассказала его будущее. То есть она была либо нестовидящая, либо она на картер как-то раскладывала. И на самом деле меня очень делал этот факт, потому что я, на самом деле, я не отрицаю каких-то сверхъестественных вещей мистических, которые могут происходить. Единственное, я верю не во всем подряд, а какие-то избранные верящие. И когда я, допустим, видела в объявлениях, что потом становясь на видящие, то есть я так сомневалась, так сказать, в выстегленных талантах этого человека, рекламируемого в его услуге, в силу того, что я не верила, что подобные способности могут наследоваться. Дело в том, что в нашем роду в этой же линии по-женской есть человек в семье, который что-то может видеть. Этот человек не рекламирует свои услуги, не берет за это денег, как бы к человеку, если приходит и просит, там, друзья кто-то из семьи, что это, расскажи. Человек рассказывает, ничего за это не требует взамен. Поэтому все-таки да, если моя родственница ничего не путает, и Миланя действительно что-то умила и могла, то преемственность этого дара действительно имеет место. она существует действительно в мире, как наследуемость цвета глаз или волос. Очень я удивилась во время, когда узнала этот факт о Милане. Ничего подобного я даже не ожидала узнать. Еще немножечко о перминовых, потому что впоследствии я не уверена, буду ли я касаться этого рода. Я думаю, что фамилия произошла из-за графического расположения семьи, потому что Вятская, то место, где не жили Вятская губерния, является чуть ли не границей с городой Перми, с Пермским краем и все такое. Поэтому я думаю, фамилия отсюда. Но в 1902 году ее упростили и стали писать пермин, то есть ов, отбросилась. Вот. Доброго вам настроения. Пока-пока.